Это текущий момент программы для тех людей, которые пытаются осознать масштаб катастрофы и при этом не сойти с ума. Обсуждаем мы текущий момент с писателем, сатириком, публицистом Виктором Шандеровичем. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Мы немедленно перейдем сразу к делу, только сначала я попрошу наших зрителей поставить лайки авансом. Лайк не означает, что вам нравится все происходящее. Лайк нужен, чтобы YouTube понимал, что у нас здесь важный и нужный контент и помогал нам его распространять. Поставили? Поехали. Главное событие прошедшей недели – это встреча Путина с матерями военных. Эту встречу, кажется, все аналитики разобрали покадрово, но до сих пор не до конца понятно, что же это такое было. Давайте посмотрим фрагмент, который больше всего обсуждали в соцсетях и в прессе. Говорит, мать погибшего еще в 2019 году военного на Донбассе. Мой сын Пшеничкин Константин. В одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя, и последние его слова были – «Пойдем, братва, рубить укропов». Посмертно он был награжден медалью за отвагу. «Кровью сердце обливается, леденеет душа, мрачные воспоминания застилают разум, слезы, слезы. И вдруг сын просит меня. Мама, не грусти, увидимся, дождаться только надо. То эту жизнь из-за меня пройди, а в жизни той мы снова будем рядом». Я подняла голову, расправила плечи и стала активно помогать семьям погибших обличанцев. В этом выступлении столько лирики, даже поэзии. Но неужели она не понимает, что рубить укропов – это тоже убивать чьих-то сыновей? В этом выступлении ничего, кроме пошлости. Тонна пошлости. И жалость к женщине, у которой погиб сын, уж какой не есть, уж ни при каких-либо обстоятельствах, не должна мешать нам понимать, что это сплошная голимая, чудовищная пошлость. И она даже не понимает прорубить укропов. Она не понимает, собственно говоря, какой город защищал ее сын. Что ее сын – интервент, что ее сын равен солдату вермахта на просторах Сталинграда какого-нибудь. Для нее это не доходит и не дойдет никогда. Она давно уже выучила эту роль. Мне кажется, она такая активистка. Она этот монолог произносит не первый раз. По-моему, она хорошо срепетирована. Чудовищно, да, и леденеет душа. Действительно, леденеет душа. Конечно, по этой художественной самодеятельности позорной не стоит судить о всех матерях погибших. Они разные. И очень по-разному, я думаю, оценивают и воспринимают происходящее. И вспоминают не под камеры, очень по-разному. Но самое главное в этой пленке – то, что этот вот несчастный выскочил на собственную погибель с криком «рубить укропов», ну, это ладно. Ладно. Но то, что спустя годы его мать публично под камеру не стесняется это сказать, а потом пресс-служба президента не стесняется это выложить, вот тут действительно леденеет душа, потому что это уже не случай частного, так сказать, сумасшествия, повреждения ума и вкуса, а это уже государственная пошлость. Вот что важно здесь. Это государственная пошлость. Это доминирующая пошлость. Это та пошлость, которая сегодня является мейнстримом. И действительно леденяет душа от этого. Нам же вот это общение Путина с матерями, его вбрасывали каким-то нам информационное пространство какими-то кусочками. Когда вот этот появился кусочек, я еще не видела, как отреагировал Путин. И, конечно же, я ждала, ну, что же он на этом может сказать. И я дождалась. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Вот это, знаете, у нас в программе с вами есть рубрика, в конце она будет более утоляющая, когда мы пытаемся как-то с друг с другом, значит, прийти к какому-то равновесию душевному и помочь друг другу в этом с нашими зрителями, конечно. Вот мне кажется, Путин попытался что-то такое сделать, какое-то дать более утоляющее, но мне непонятно, вот у тех матерей, у которых сейчас дети на фронте мобилизованы или даже срочники туда попадают, как это может утешить вот это вот? Слушайте, ну уже кого утешит, кого нет, но давайте констатируем факт. Во-первых, на пошлость этой мамы он ответил огромной пошлости, чудовищной. Такого рода речи, какую произнес господин Путин, вот все под господом ходим, на это публично имеют право, наверное, единицы. Ну, дай лай лама, не знаю, папа римский. Но это говорит вор. Это говорит вор и серийный убийца. Вот эти слова про то, что под господом ходим, про смысл жизни. Это говорит человек, крышевавший казино питерское, воровавший гуманитарную помощь, сделавший дырку размером с балтийское пароходство в государственной границе, символ лихих 90-х, дружок Барсукова, Кумарина, Вова по прозвищу Моль ГБшный. Вот это вот все. Вот этот человек нам теперь рассказывает о духовности. Не дай лай лама, нет, и не Ганди. Те, как раз постесняются, видимо, такого. Это первое соображение. Второе, более конкретное. Вот по мнению президента, по версии Центра избиркома, президента Российской Федерации, целью жизни этого Константина, за который он отдал эту жизнь, которая была достигнута по Путину, было нарубить больше укропов. Ну и опять-таки об этом это передает, это версия Кремля, это не просто он сказал где-то в банке, да? Это государственная версия. Значит, наша цель, цель людей, которые с десятков тысяч, которые уже погибли, по Путину, который развязал эту войну, это нарубить больше укропов. А другой цели жизни, товарищ Ганди, да? Да? Далай-лама наш, доморощенный, балтийский. Да? У нас нету другого, не может быть, может быть, какая-то другая цель жизни была у этого Константина, до того, как ему в его скорбную, впоследствии покойную голову, положили мысль нарубить больше укропов. Может быть, была какая-то, да? Может, что-то в школе он учился, может быть, любил кого-то, успел. Может быть, дети, может быть, какое-то еще предназначение. Может, у них талант какой-то был, кроме как рубить укропов. Дай ответ. Не дает ответа. Не дает ответа. Чудовищная пошлость. И, конечно, ну вот, если бы этого монолога не было бы, его стоило бы выдумать, чтобы просто в очередной раз увидеть, в какое днище мы стучимся в поисках нового. И, действительно, все матери разные. И эти матери, которых пригласили в Кремль, есть матери, которых не пригласили в Кремль. Я хочу показать фрагмент программы «Воздух». Она, вот, женщина, которую зовут Ирина Чистякова, она пришла к нам в эфир ровно в тот день, когда вот шли, шла эта встреча Путина с матерями. Она 9 месяцев, то есть, не с момента мобилизации, а с самого начала войны ищет своего сына-срочника, которого туда угнали, хотя обещали, что срочников не будет на фронте. И, более того, ей никто до сих пор не может ответить, где он какие-то, откуда-то она взяла сведения, что он в плену, но вот достоверно до сих пор ничего не известно и не может ни одна инстанция, значит, ей дать ответ. Давайте ее послушаем коротко. У меня черная, так это черная. Белая, так это белая. Красная, это красная. И я называю вещи своими именами. Видимо, в этот момент не предусмотрен задавать вопросы жизненные. Там, наверное, вопросы и ответы по шаблону все. Поэтому я требую от президента онлайн-конференции, чтобы не упал вообще в глазах в наших, в нас матерей. Почему нас с нами никто не считается? Кто определил, сколько моему сыну жить? Кто определил, сколько Кемалу Бастанову жить? Это кто определил, что ребята в 20 лет, в 19, должны погибнуть? Это кто определил вообще, где это? Специальная операция, специальная, значит, специально обученные люди должны быть на ней. Я еще только добавлю, что она понимает, что это никакая не священная война и что это никакая не отечественная война. Однако Путина она в этом не очень винит и надеется вернуть сына живым и надеется, что всемогущий Путин ей в этом в итоге поможет. Ну вот у меня как бы комментариев к этому нету, но вот что есть. Ой, понимаете, какая штука? То, что она надеется на Путина, в этом укорять-то нельзя. Она хочет попытаться вернуть сына, хочет обратить внимание. Поэтому, конечно, против Путина слова не сказано. Но вот ее вопрос, который кажется риторическим, кто решил, что ее сын должен погибнуть в 20 лет со своим товарищем? Кто это решил? Так вот Путин и решил. А как так получилось, что Путин может это решить? А получилось так, что за 20 лет демонтированы все механизмы сдерживания. Нет ни Конгресса, ни Сената, ни Нижней Палаты, ни Верхней, ни суда, ни прессы, ни политики, ничего, никаких механизмов сил, которые могли бы остановить, которые могли бы остановить этот ужас. Вот почему так случилось. И, конечно, ее вопросы носят отчаянно риторический характер. А ответы вполне конкретные. Ну, еще интересно в этой связи узнать, почему Путин, понятно, не встречался с теми матерями, у которых есть реальные вопросы. В общем, понятно. Но почему его не показали, например, в прямом эфире? Чтобы все эти женщины хотя бы могли усесться и хотя бы посмотреть на то, как он отвечает. Пусть даже на постановочные вопросы. Была даже такая версия, там в один момент Путин вспоминает, что вот защитники, значит, Донбасса и Херсона. И мы-то все знаем, что защитники Херсона это сейчас ВСУ. То есть была даже такая версия, что это все заранее как-то записано, что ли. Или, может быть, он понимает остроту разговора даже при полной постановке и что он это не вывезет. И вот поэтому мы потом слышим такие нелепости про все мы ходим под Богом. В общем, Путин, кажется, сдает позиции национального лица. Нет, не то, что... Да нет, нет, ничего он не сдает. Какой он был такой, он и остался. У него есть опыт встречи, неподготовленной с матерями подводников, с женами подводников Ведяева, да, 2000 года. Памятный, да? Когда ему задавали, когда матери задавали ему вопросы вот этой интонации и гораздо более острой. И его там, с ним там делали, да, ему там было очень неприятно. Он потом раздраженно очень реагировал на это. Он сделал выводы. Больше никакой живой жизни к нему допущено не будет. Только постановочные, только постановочные, постановочный народ, с которым он ездит, да, постановочные эти прямые линии, постановочные матери, отобранные вот эти вот, вы видели эти, слышали эти интонации, тщательно отобранные, проверенные. И все равно, даже с этой проверенной постановочной матерью, да, все равно он побаивается, что кто-нибудь обманет и прорвется в прямой эфир, да. И поэтому совершенно не исключено, что эта встреча, это то, что мы телевизионщики называли, называем консервы, да, что это как бы консервы, что это давно уже снято. Не исключенный вариант. Но это не так принципиально, как то, что он, конечно, никакой живой жизни, да, в телевизоре при нем не будет. Нет, все это, конечно, так или иначе постановка. И очень-очень тщательно он относится к информационной безопасности. Наверняка они понимают, что вот такой вот встречи, которую они показали, нельзя там угомонить, условно говоря, успокоить, задавить материнский протест. И вопрос, что делать с этими недовольными матерями, он, конечно же, стоит. И тут, значит, отличился губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Он решил отправить их на фронт. Он формирует женские бригады из матерей, чтобы они поехали на передовую присматривать за бойцами, ну и распределять посылки. Звучит безумно, но это так и есть. Я вам сейчас покажу. Вот эту вот бригаду женскую губернатору надо будет создать у нас. Все посылки, которые мы туда отправляем, надо, чтобы общественность знала-понимала, вела в учет и предстоит туда ехать. Каждая посылка с их положением будет. Организация матерей, которая бы помогла нашим ребятам просто распределить то, что мы можем им дать, то, что Сахалинская область может дать, это очень хорошо, это замечательно. Во-первых, мать побывает, пусть не на самых боевых местах, но она хотя бы увидит, что так делают для наших мальчиков. Во-вторых, это будет не одна мать. Сегодня я скажу одной своей знакомой, что там все хорошо, а на завтра 10-е моя знакомая скажет, слава Богу, за моим сыном присматриваю. Серьезно? Поедут матери на фронт присматривать за детьми? Ну, что вы меня об этом спрашиваете, да? Что вы меня об этом спрашиваете? Кто-то поедет... Ну, это, конечно, вы же видите эти типажи, да, вы же видите эти типажи, общественницы, да? Это все... Ухоженные, да? При смете, да? При смете ухоженные, проверенные. Это все такие вот активистки. Активистки. И обратите внимание, она уже заранее знает, что с нашими солдатами хорошо. За ними присматривают. Да? Она уже знает. И это все нужно для того, чтобы передать, чтобы было хорошо. И для того, чтобы проверить. Это не общественный контроль. Это не комитет солдатских матерей, объявленный врагами России, да? Это не Миличенко, Валентина. Это вот такие специально отобранные матери, которые отобраны для того, чтобы они сказали, что все хорошо, что за нашими мальчиками присматривают. А вопроса, зачем, мы об этом говорили в прошлой нашей программе, вопроса, зачем, обратите внимание, вообще не возникает. Зачем надо присматривать за мальчиками? Зачем надо мальчиков превращать в оккупантов? Зачем надо им вигнуть? За что? Ради чего? Никаких, ни одного существа вопроса не задается. Ну, губернатор поставил себе галочку в графе активизм. Он отличился. Он помахал ручкой там с Сахалин или откуда-то. Он помахал ручкой в сторону Москвы. Выйдите, я за Путина. Обратите внимание, я за Путина. Я в русле. Да, обратили внимание. Отлично. Дадут пряник какой-нибудь. Губернатору, не население. Губернатор. Ну, наверное, это будет, если они действительно эти бригады пошлют на фронт, это будет, наверное, в истории первая в мире и в истории армия, где мамы поехали присматривать за бойцами. Это, конечно, удивительный факт. Ну, мы закончим с матерями. У нас же есть пропаганда. Нам же всегда есть подкинуть, что обсудить. Давно я вам не показывала Соловьева, но тут никак не удержусь, простите. Совершенно удивительный финтушан он провернул в своем эфире. Значит, он наслушался Путина про то, что многие умирают просто так от водки. И взял эту мысль как бы себе в спич за основу. Но тут у него что-то пошло не так. Это война. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Для них нет лучшей доблести, чем дожраться, допиться до цирроза печени и сдохнуть, обстираясь мелкими бриллиантами, где-нибудь на красивой даче у озера Кома. Тут, конечно, все немножко, наверное, были в ступоре. Когда увидели... Это он про себя же, очевидно. Дальше он говорит фразу, что я другой выбор сделал. Конечно, он не упоминает, что другой он выбор сделал, потому что его дачи на озере Кома арестованы. Но вообще, конечно, сам факт того... Он с ума сходит? Или он просто оговорился? Или вообще что это было? Ну, покурил что-то человек, мы же не знаем. Но, конечно, дедушка Фрейд подстерег моего бывшего коллегу. Славно подстерег дедушке Фрейд, спасибо ему. Он просто вот, просто выговорил все, обсираясь мелкими бриллиантами. Просто все сказал. Замечательно. Мне даже не... В общем, только процитировать остается. Молодец. Я вот все время в нашей программе, в текущем моменте говорю, что это программа, которая помогает не сойти с ума от происходящего вокруг. И вот мы видим, что бывает с людьми, которые ее не смотрят. Вот, кажется, Владимир Рудольфович зря, потому что мы тут стараемся, понимаешь, разложить все по полочкам, чтобы как-то хотя бы это переваривалось, а у него, очевидно, крыша подтекает уже, нешуточно. Вы знаете что, Лена? Я просто хочу сказать, что это очень ценная пленка, вот то, что вы показали про Соловьева, потому что это действительно, это уже действительно медицина без уже всяких кавычек. И это важно понимать, что мы говорили когда-то это про Ахлобыстина, что когда-то это было окраиной, такой психиатрической окраиной. Сегодня это мейнстрим. Да? Вот Ахлобыстин, Соловьев вот в этом состоянии. Это и есть, собственно говоря, мейнстрим. Когда они эмоционально говорят, то они вот такие, как Ахлобыстин, Соловьев, когда они говорят правду. Это вот либо Гойда, либо вот эти, так сказать, страшные проговорки, да, саморазоблачительные. А когда они пытаются изображать из себя каких-то государственных деятелей и каких-то там нравственных авторитетов, то с авторитетом у Путина получилось, да, в бандитском значении этого слова. А вот с нравственностью не очень. И это, конечно, вот этот диапазон между этой пошлостью про то, что все умрем, и Соловьевым, вот это диапазон государственный сегодня. Очень выразительный, конечно, диапазон. Раз уж мы заговорили о пропаганде, продолжим про Андрея Малахова. Это совсем другой сегмент, конечно. Он такой народно-развлекательный. И недавно в эфир вышла программа «Малахов», в которой буквально астрологи и гадалки предсказывают крах Украины и, видимо, победу, путинскую победу в войне. Предсказания сбываются с пугающей точностью. Они видят будущее. К ним стоят очереди, желающих получить ответы на главные вопросы. Я думаю, что не так все будет плохо. Нынешний президент Украины, он засланный человек. Где-то начиная с апреля, с начала апреля и по конец мая, положение дел Зеленского критичное. Это победа. Это когда мы очень долго, нудно, медленно идем и в конечном итоге получаем именно ту долгожданную победу. Это продлится вплоть до 2024 года. Видится некий развал Запада. И это все где-то в районе конца 2023-2024 года. Украина в том виде, к которой мы к ней привыкли, и знаем ее последние, ну, скажем, лет 30, она больше в таком виде существовать не будет. Это последний президент этой страны. То, что мы сейчас проходим, все мы и все человечество в целом, и отдельно наша страна, называется как раз-таки духовный рост. В 25-м году Россия станет оазисом света. Все будут стремиться попасть сюда, но не каждому это будет дано. Вот такой духовный рост. Еще у Малахова чуть раньше же вышла программа, в которой певец-шаман назывался русским преемником Ванги. И я так понимаю, что это вот пошли по нашим дальним уголочкам сознания, там, где уже точно все дремучее, потому что на ином уровне уже ничего не уложить. Да, ну, конечно, все рациональные выколки, все рациональное все давно закончилось. Остались только, да, значит, чумаки, кашпировские, глобы, вот это все осталось только. Уход из области рацию в области я верю, в область веры это очень типовая вещь. Мы обсуждали все эти репрессивные законы, консервативные, главное, они не только репрессивные, они прежде всего консервативной направленности, борьба с меньшинствами, вот эти многочисленные запреты. Все это ставка на люмпина, ставка на темное иррациональное сознание. У пропаганды уже не осталось, собственно, никаких точек опоры в области рацию, потому что мы же видим, что происходит. А те, кто хоть немножечко в ком ночует интеллект, могут себе представить, что будет, хотя бы в общих чертах представить, что будет дальше. В области рацию никаких опор нет. Остается Малахов, Ванга, Шаманы, Глобы и вся остальная ересь. То, что это опять-таки не какие-то специальные странички и какое-то специальное радио для умалишенных, а то, что это государственное телевидение, это тоже симптоматика, безусловно, явкая симптоматика. Книжки иноагентов начнут заворачивать в черную пленку, иначе на полки магазинов их уже ставить будет нельзя, как рассказал директор одной из типографий. К нему уже обратились книгоиздатели с таким заказом и вроде как с первого декабря буквально нужно будет уже завернуть иноагентов в черное. Вот я себе представляю эти полки с черными книжками и, честно говоря, не знаю даже, будут ли они отпугивать покупателя своим видом? Нет, слушайте, во-первых, они будут притягивать, совершенно очевидно. Сейчас моей книжки просто нету, ну вообще нету на полке. Значит, я буду рад, если ее выложат на полку продаж и обернусь в черное. Это привлечет внимание и, может быть, кто-нибудь расковыряет эту пленочку и, естественно, человек, которому больше 18 лет. Вот. Понимаете, какая штука? Как в старом анекдоте. Тут выхожу я весь в белом, только я буду выходить весь в черном. Это неплохой вариант. Это неплохой вариант. Это лучше, чем просто отсутствие. С моей точки зрения, все, в ком немножечко квартируют мозги и вкус, будут понимать, что если книжка в черном и если это иный агент, ну как минимум следует заинтересоваться. Вдруг это что-то, да, есть шанс, что это что-то приличное. И наоборот, будет резонно возникать вопрос к приличным людям, почему ты еще не в черном. Я за. По-моему, это очень хорошая идея. Главное отличаться от них, вы знаете. Главное, как-то от них отличаться. Маркировать. Вот промаркируют меня. Я им очень благодарен. Дай бог им здоровья. В связи с книжками вот еще что захотелось обсудить. Ведь еще есть такой прогноз, что в библиотеках иноагентов будут выдавать только по паспорту. Ну, чтобы хотя бы подтвердить свое совершеннолетие, что ты имеешь право, берешь на себя ответственность читать такую вот антироссийскую литературу. Есть уже опасения, что эти паспортные данные могут пофамильно переписать и что-то там потом из них какую-то базу неблагонадежных составить. Или вот другой пример. Например, я вот все время прошу лайкать нас, но есть такое мнение, поступало как-то письмо, что вы говорите лайкните, это вам ничего не стоит. Но вдруг остановит полицейский, отберет у тебя телефон, зайдет в твое приложение YouTube и увидит, что ты лайкаешь. Ходорковский лайф, ужас. И вот как бы люди уже боятся даже таких вещей, за которые вроде бы как уголовное наказание или даже административное пока не предусмотрено. Я сразу вспомнила, много было дискуссий о таком явлении, о генетическом страхе, репрессии, когда вот наши предки уже этому всему подвергались. Это может быть оно? Слушайте, значит, когда мы говорим о генетическом страхе, репрессии, вообще, ну, надо понимать, что это метафора, никакой генетик тут совершенно ни при чем. Есть воспроизводимая норма. Если поколение за поколением сечь, отрезать языки, то это не генетика, это социальная норма просто, воспроизводимая раз за разом. И мы находимся в этой социальной норме. Мы раз за разом возвращаемся к рабству, к страху. Уже вроде бы прошел. И в 90-е годы никакой генетики не было. Обратите внимание, была программа куклы, говорили, что хотели, про Ельцин, что хотели, про начальство любое, что хотели. И куда делась генетическая норма? За 10 лет исчезла, выросли, за 10 лет поменялись нормы. Абсолютно. С 85-го по 95-й год абсолютно поменялась норма поведения. Нет тут никакой генетики. Значит, надо понимать, что это просто метафора. А что касается страхов, они более чем обоснованы. И, извините, в первые дни после войны, когда люди выезжали, им устраивали обыски с досмотрами телефонов. Это все уже было. Это же люди не вдумывают из головы. Это же не больная фантазия, так сказать, чекает внимание, преследование. Это опыт. Это опыт. Это общественный опыт, который, разумеется, остается. Для того, чтобы изжить страх. Ну, мы об этом говорили применительно к разным вещам. что напугать можно очень быстро. И вжить страх, это надо очень, это, так сказать, для работы, это некоторая работа требуется. А нас пугают регулярно и пугают страшно. И поколение за поколением. Вот было одно непортое поколение, выросло вроде бы. Все-таки мы думали, что будет непортое. Все-таки выпороли и это поколение. Вот ваше поколение, там, да, 30-летних, 40-летних, да, вроде бы мы думали, что, ну как, уже свобода. Нет, ничего, и на ваше поколение пришлась порка, показательная порка. Вот. А потом будем говорить о генетическом страхе. Да нет никакой тут генетики. Есть воспроизводимая норма. Эту норму можно менять. И мы знаем страны, по соседству с нами, где, вообще везде была такая норма. Повторяю, в Англии шестерых спикеров казнили. Была такая норма. Сейчас другая норма. Ее надо менять. Меняют ее люди. И те, кто настойчивее всех меняют, те иногда платят за это. Иногда жизнью. Но нормы меняются только так. Сами они не поменяются. Значит, страху надо пытаться противостоять. Если ты озадачен и озабочен сменой нормы. Если ты озабочен просто самосохранением, как миллионы, ну, то тебя можно понять. Просто прячься. Просто прячься внутри этой нормы. Но, повторяю, это реальность, это не внимание, преследование. Это просто опыт. Историческая рубрика в нашей программе 30 ноября, но только 1988 года в СССР окончательно перестали глушить вражеские голоса. То есть западные радиостанции их так называли вражеские голоса. Еще 10 лет назад я бы вот прям вообще не обратила внимания на эту дату. Ну, типа, такое малозначимое событие. Много же чего менялось тогда. И вот заодно и голоса перестали глушить. Но теперь это кажется совсем другое дело. Вот если бы сейчас вот это понятие перестать глушить за, значит, вражеские голоса, это значит, что сейчас бы вернули в эфир эхо Москвы, перестали бы замедлять твиттер, сняли бы со всех агентов черный полиэтилен, дурацкие плашки. И вот это примерно было бы, я так понимаю, равнозначно, да? Ну, разумеется, только мы тогда, в 88-м году, страна медленно, как нам казалось тогда, медленно, на самом деле, с огромной исторической скоростью, шла в сторону свободы. За пять лет был пройден огромный, огромный путь. Сейчас мы идем в противоположную сторону. Сейчас рано, сейчас надо говорить не о снятии этих плашек, а о том, что просто они уже не выжигали огнеметами, как в Северной Корее, людей. Нет, оно должно, при Путине, оно, или при наследнике Путина каком-то, из этого же ведомства, каком-то условном патрушеве, неважно, как будет фамилия этого упыря, да, видимо, все дойдет до какого-то упора, очень близкого к Туркменскому, северокорейскому. А потом уже можно будет говорить о каком-то, о каком-то движении в обратную сторону. Повторяю, никакого Горбачева в этой банде быть не может. Да, Горбачев все-таки появлялся внутри системы. Горбачев, Яковлев, могли появляться внутри системы, внутри идеологии, социалистической идеологии, да, могли появляться вот такие, там, такие вот менеджеры новые. Нет, внутри банды никакого Горбачева не будет, это значит, что мы просто аккуратно дойдем до какого-то дна, и вот найти бы дно, от которого оттолкнуться, и тогда, через какое-то время, вы услышите, да, на частоте 91,2 FM вернется эхо Москвы. Я надеюсь, что основатели доживут до этого. В этой рубрике сегодня поговорим о прозрении и, может быть, даже надежде. Есть такая популярная группа Little Big. Я не буду вам, ни вам, ни другим нежным зрителям меня показывать творчество, мало ли, оно на любителя наверняка, но это правда популярная группа, и в 2020 году она должна была представлять Россию на Евровидении, то есть вполне официально одобряемая группа, которая должна была официально представлять страну, но там случилась пандемия и не сложилось, в общем. Но она успешная, и я думаю, что никто в ней не бедствует, и сейчас музыканты уехали из России. И вот ее лидер в интервью Ирине Шихман признается, что раньше он был вне политики, и теперь ему за это стыдно. Произошла война. Я начал себя немножко винить в том, что а зачем я была политичной? То есть в этом не было смысла. Я считал, что если я не политик, значит, я не должен туда лезть. А оказалось, что политичность, твоя позиция, это твоя жизнь. То есть политика это не что-то, вот знаешь, есть инженер, а есть политик. Нет, это так не работает. Есть инженер, а политика это наша жизнь. Я всегда видел, разворовывают, то, что я видел этих людей, которые ну всякие депутаты и так далее. Когда ты приходишь в караоке, там сидит какой-то депутат вот с такой котлетой денег и вот так вот всем там раздают. Ну это ужасно. Нужно было давно всем высказывать свою позицию. Как вы думаете, это навсегда? Вот когда до человека доходит, это насовсем? До одного человека доходит, до другого нет. Мы уже говорим, все время возвращаемся к этому. Все индивидуально, как солдатскими матерями, так со звездами. Вот до этого дошло. Судя по всему, действительно дошло. Он рассуждает вполне здраво. Другое дело, что он, видите, трудным путем размышления пришел к, в общем, к азбучной формуле, которая мог бы слышать, что если человек не приходит в политику, политика приходит к человеку. Вот к нему пришла. Вдруг выяснилось, что нельзя жить, да, что нельзя жить, выступать, что надо быть подонком для того, чтобы оставаться внутри официального, да, внутри искусства, да, в России, вот такого, его жизнь ткнула лицом в этот выбор, он этот выбор сделал, слава богу, что это такой выбор, а не выбор там Певцова. Вот слава богу. Он понял, нормальный и умный человек. Другое дело, что, ну, мне немножечко забавно, ну, кажется, забавно, и грустно, и смешно, да, и больно, и смешно, как тому мальчику Пушкинскому, да, и больно, и смешно, потому что, больно, потому что, потому что больно, потому что мы вот в такой, находимся в такой точке, все как нации, а смешно, потому что, ну, удивительно, как взрослый человек открыл для себя таблицу умножения. Господи, боже мой, да, как в 30-40 лет человек говорит, батюшки, дважды 2-4, оказывается, меня не обманывали. Это так и есть. Но, в принципе, конечно, это немножко более утоляющее. Счет идет на людей. Сегодня, когда мы, я повторяю раз, за разом примерно эта мысль, но когда мы проиграли политику, абсолютно проиграли. Теперь другая история. Счет идет на людей. Когда количество людей в нормальных, внятных, внятной человеческой системе координат, когда это достигнет какого-то критического, да, количества, тогда поменяется и политика, не раньше. Повторяю, никаких инструментов политических нет. Люди есть. Судя по всему, популярные, влиятельные люди. Миллион людей посмотрит его у Шихман, да, или сколько-то. Дай бог, дай бог. Кто-то еще о чем-то подумает. Только так, через людей. Все происходит через людей. Я уже говорил, цитировал старых диссидентов, да, принцип вытянутой руки, советских диссидентов. Принцип вытянутой руки. До кого дотянулся? Эрика брала четыре копии, фильм Шихман посмотрит миллион. Поэтому время в принципе за нас. Время в принципе за нас. Это действительно более утоляюще. А если, ну вот, ведь это же война сделала, да, с ним это изменение. А если вот война закончится? Ну, я не знаю, например, кто-то там из окружения Путина ее закончит и возьмет власть, или сам Путин у него что-то переклинет, он ее закончит и скажет, все, там, больше не воюем. Мы тут вот, они не обратно не уйдут, ведь будет удобнее занять позицию, что ну войны нет и ничего, можно жить, все. Лена, Лена, все индивидуально, да, кто-то радостно отползет, найдет для себя внутренний компромисс, можно будет вернуться к прежним сметам, концертам, да, в Россию. И для кого-то это будет оправданием для возвращения, да, а кто-то, а кто-то решит, нет, фигушки, фарш невозможно провернуть назад. И кто-то что-то поймет. Это индивидуально, повторяю, в этого человека, ну, да, я его впервые увидел, ну, будем надеяться, вот, последим, посмотрим. но не думаю, что при Путине, или при ком-то, я повторюсь, повторяю, это нехитрую мысль, при ком-то из наследников Путина такое возможно, изменение возможно. У Путина нет другой повестки, кроме военной, кроме повестки ксенофобской, поэтому я думаю, что ситуация будет до момента, до слома, до переворота песочных часов, настоящего исторического переворота, ситуация будет только углубляться и ухудшаться. Знаете, я вспоминаю, что в 90-е я уже была, ну, еще не взрослым человеком, но уже более-менее в сознании, и все, что мне запомнилось, это то, как мое окружение и взрослых боялось, что вернутся коммунисты, вот настолько прямо это было очевидно, все, что угодно, лишь бы не коммунисты. Может быть, тогда есть надежда, что будет такое же, что все, что угодно, лишь бы не путинизм, не его диктатура. Может быть, сработает. Это будет та же самая ошибка, потому что вопрос не в том, как это будет называться. Да, Черчиллю приписывался, это фраза, это не Черчилль, о том, что, значит, фашисты будущего, фашисты будущего будут называться антифашистами. Это не Черчилль, но кто-то очень ироничный и точный, да, сказал, абсолютно не важно, как это будет называться. Нет, все, что угодно, только не Путин, это не позиция. Какой-нибудь Аитала, да, какой-нибудь... Дугин. Нет, 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 это может быть... Зло может абсолютно менять одежки и менять лексику. Есть базовые, извините за банальность, есть базовые ценности. Уважение к правам человека. Человек, как единица отсчета. Жизнь, достоинство человека, как единица отсчета, благополучие государства. Если мы не перейдем в эту парадигму, то все остальное будет просто другая одежда, да, тех же щей да пожи живлей. Да, и вместо... Вот мы не хотели коммунистов, получили Путин. Ну, собственно, коммунисты же, да, только переодевшегося. Получим... Можем получить переодетый путинизм в будущем. Нет, нет, надо смотреть на суть дела. Человек мера вещей, было сказано давно и не мною. Человек мера вещей. Если мы доживем... Не доживем, сами не доживем. Если мы соорудим себе коллективным мозгом своим оставшимся, сможем соорудить общество, в котором человек будет мера вещей, это будет означать, что не будет ни Путина, ни коммунистов, ни Айталы. Да, ничего этого не будет. А будет что-нибудь поскушнее, но побезопаснее. Как все сложно, как хорошо, что вы к нам приходите раз в неделю, становиться хоть немножко понятнее и может от этого хоть немножко спокойнее и хоть немножко больше надежды. А это все, что я хотела с вами сегодня обсудить. И я попрошу только наших зрителей не покидать нас без лайка и, конечно, подписываться на Ходорковский лайв. Почему вы до сих пор этого не сделали, я понять не могу. Ну, если только стараетесь остаться в тех рамках из-за страха, о котором мы сегодня рассказывали. Делайте свой выбор, а мы увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok